У нас почему-то очень любят танцевать на костях. Очень любят зачастую, не разобравшись даже в чем дело. На днях гениями игровой журналистики широко растиражировалась новость о том, что Activision признали провал отвергнутых, а потому стали раздавать игру бесплатно. Давайте разберемся. И да, меня зовут Джонни Лейни, и это канал, на котором Destiny не объективно хвалят только потому, что мне постоянно заносят чемоданы денег из студии. Трипл вайп. Давайте сначала. В сети появились заявления представителей совета директоров Activision, которые звучали на собрании инвесторов. Суть такова. Некоторые наши франшизы, например Destiny, не работают так, как нам бы того хотелось, а потому мы ищем новые пути для того, чтобы поддерживать наших игроков. Потому было принято решение на короткий промежуток времени устроить бесплатную раздачу базовой игры. Сначала на PlayStation с ее плюс, а теперь на ПК. Поскольку отвергнутые аддон высшего качества, это лучшее, что Destiny получала за все время своего существования, без шуток. Дополнение принесло столько контента, что новым игрокам было бы очень непросто ориентироваться в этом сразу. Поскольку это игра сервис, ванильную версию раздали бесплатно. Типа, ну ты попробуй разочек, ничего не будет же, ну. Привлечь игроков. Получилось? Ну, даже я на своих ресурсах вижу такой скачок статистики, что сомнений не остается. Получилось. Всем привет. Да, у Destiny было много проблем. У Destiny 2 еще больше. Неудачный старт. Ужасная первая DLC. И разумеется, масса игроков ушли. И вот в этом суть. Destiny раздают не потому, что, да ваша душ-то не даром даже никому не нужна, а потому, что игроки в Destiny настрадались так много и наслушались столько обещаний, что Forsaken поверить смогло недостаточно игроков. Это не устроило инвесторов. Опять же, тут дополнительно обращаю ваше внимание, что речь о недовольстве инвесторов, а не Bungie или Activision, как пишут хайпожорные паблики. Forsaken, отвергнутые, должен был вернуть игроков. Но когда сначала игроки отвалились в течение жизненного цикла первой части, потом получили разочаровывающую вторую часть, потом дополнения такие, довольно непросто уговорить их заплатить еще 40 баксов за очередное дополнение. Вы почитайте комменты под новостью о бесплатной раздаче, люди пишут то, сколько денег они отвалили в Destiny. Для ПК игроков еще все куда экономичней, у них была только одна игра. Я же заплатил 60 долларов за первую часть, по 30 или 20 долларов за дополнение первого года, где-то 40 за The Titan King и, если не путаю, около 29, ну 30 долларов за Rise of Iron, последнее дополнение. Потом порядка 70 баксов за Destiny 2 со всеми дополнениями и еще вот 40 долларов за отвергнутых сезонником. Даже по памяти, если вот так вот прикидывать с неточными цифрами, выходит сумма похожая на 250 долларов, то есть 16 тысяч рублей с лишним. Потому игроки ждали, ждали, когда можно будет вернуться, вернуться в точно исправленную игру. Не выкидывать же деньги в трубу, снова. Это мне, фанбою, все как пирожки влетает, а обычному игроку действительно приходилось объяснять, почему около игражур с таким надрывом пишет о каждом оступке Destiny. Получать игру бесплатно, затем дополнение, которое включает в себя весь актуальный контент за 1000 рублей, это очень легкий способ вернуться хотя бы для ПК-платформы. Игроки, которые чувствовали себя обманутыми, господа, меня просят платить дважды, это ваше время. Вернуться в игру. Destiny 2 сейчас в лучшем виде. Мы говорим о контенте и о том, как он подается и развивается. Есть инпень, есть куча минусов, но любой, кто сейчас играет в актуальную, я подчеркиваю, версию игры, не даст соврать. Игра стала лучше в десятки раз по сравнению с релизной версией. В сентябре этого года мы избавились от кучи проблем. И сейчас у разработчиков есть как минимум полтора-два года, чтобы, используя этот опыт, делать Destiny 2 все лучше и лучше и к завершающей истории подойти с багажом полезного опыта. Я не призываю вас сейчас побежать покупать что-то, вопреки мнению нищих умом, мне не платят за это, как бы я того не хотел. А просто я очень люблю эту игру, я вкладываю частичку этой любви в каждый ролик и я поделился своим мнением. Вы спрашивали, я ответил. Отвечал еще на стриме, но стримы, увы, смотрят не каждый зритель моего канала. Так что спасибо за просмотр, услышимся.